Здравствуйте, Георгий Иванович, Виталий Викторович, коллеги. Вашему вниманию представляю доклад для миосаркома мягких тканей. В структуре всех злокачественных наобразований саркома мягких тканей занимает около 1%. В свою очередь, для миосаркома мягких тканей в структуре всех сарком занимает около 10-15%. Вследствие чего наблюдается малое количество исследований, направленных на изучение данной патологии. Представлено два наиболее крупных доклада, посвященные исследованию миосаркома. В одно входило 225 больных, причем данные о больных собраны из нескольких скандинавских центров за 15 лет. Во второе входило 267 больных из нескольких центров Японии за 40 лет, что также показывает достаточно редкую встречаемость. В наше исследование вошло 88 больных ли миосаркома мягких тканей, получавших лечение с 1990 год по 2014 года. Больные подвергались лечению в институте онкологии. Женщин составило 50 больных, мужчин 38. Таким образом, частота заболеваемости у женщин в 1,3 раза выше, чем у мужчин. Средний возраст составил 53 года. Наиболее часто опухоль локализовалась в мягких тканях нижних конечностей у 43 больных, забрюшина 23 и в мягких тканях туловища у 13. Значительно реже опухоль располагалась в мягких тканях верхних конечностей у 7 и в мягких тканях шеи у 2. Наиболее часто больные приходили за медицинской помощью по поводу пальпируемой припухлости и болевого синдрома. И в большинстве случаев это были лечебные учреждения неонкологического профиля. В 17% больные самостоятельно обращались в лечебные учреждения онкологического профиля. В наш институт поступило 53 больных с первичной опухоли и 35 больных с рецидивом. Среди первичных больных наиболее распространенной была третья стадия заболевания 43%. Затем следовала четвертая стадия 28%. Первая стадия встречалась у 11% и вторая стадия у 16%. Только у 11% больных опухоль имела размер до 5 см в наибольшем измерении. У остальных больных опухоль была более 5 см. Больным лечение проводилось как с применением только хирургического лечения, так и в комбинированном режиме. При выполнении хирургического лечения органосохраняющие операции выполнены в подавляющем большинстве случаев 70%. Калечие операции выполнены 11% больных по причине значительного распространения опухоли и инвазии в магистральный сосудисто-нервный пучок на большом протяжении. Данные общей выживаемости показывают отсутствие преимущества выполнения калечих операций перед органосохраняющими. Общая 5-летняя выживаемость после калечих составила 25%, после органосохраняющих 57%. Также у 9 больных мы отметили изъязвление опухоли кожи, что также отразилось на показателях общей выживаемости. При наличии изъязвления общая 5-летняя выживаемость составила 22%. При отсутствии изъязвления общей выживаемости составила 46%. Также на общую выживаемость влияла стадия. Первая и вторая стадии показывали значительно лучшие результаты по сравнению с третьей и четвертой стадии. Размер опухолевого очага также влиял и показывает лучшие результаты больные с размером опухоли до 5 см. По нашим результатам после операционной лучевой терапии показатели общей выживаемости 5-летней также лучшие составили 53% против случаев, где лучевая терапия не проводилась. Общая 5-летняя выживаемость составила 35%. У 47 больных выявлено отдаленное метастазирование в сроке до 120 месяцев. Причем наиболее высокий риск – это был первый год от начала лечения, выявлено у 66% больных. В последующие годы риск метастатического поражения снижался. Наиболее часто поражались легкие, печень и лимфоузлы. На момент начала лечения у 15 больных были поражены легкие, печень, лимфатические узлы, мягкие ткани и брюшина. Поражение головного мозга, костей, скелета, поджелудочной железы надпочечников выявлено гораздо позже. При выполнении гистологического исследования отмечено, что высокодифференцированные леомиосаркомы встречались только в 11% случаев, низкодифференцированные – порядка 80%. Также отмечено, что чем ниже степень дифференцировка, тем показатели общей выживаемости хуже. Нами отмечено, что при низкодифференцированных леомиосаркомах отдаленное метастазирование развивается раньше. Также при высокодифференцированных леомиосаркомах не было выявлено ни одного случая поражения головного мозга надпочечников костей, скелета. Однако появление местного рецидива при высокодифференцированных леомиосаркомах в ранние сроки от начала лечения не исключается. Нами проведено иммуногистохимическое исследование, направленное на выявление способности лемиосарком экспрессировать рецепторы прогестерона и эстрогена Результаты показали, что у 15% больных в опухоли выявлена экспрессия рецепторов прогестерона и у 10% экспрессия рецепторов эстрогена Причем у 5 больных выявлена одновременная экспрессия рецепторов прогестерона и экспрессия рецепторов эстрогена Экспрессия о астероидных гормонах была выявлена как в опухоли мужчин, так и женщин. Нами не было выявлено ни одной экспрессии в опухоли больных моложе 45 лет. В основной промежуток времени был возрастной промежуток от 45 до 74 лет. Также все женщины, в опухоли которых выявлена экспрессия, находились в менопаузе. И также нами отмечен тот факт, что практически у всех больных, в опухоли которых выявлена экспрессия гормонорецепторов, выявлен рецидив заболеваний в течение всего периода наблюдения. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Сергеевич. Пожалуйста, вопросы. Да, Светлана Анатольевна, пожалуйста. Секунду, Светлана Анатольевна, секунду, микрофон. Спасибо большое, Михаил Сергеевич, за очень интересное сообщение, изложенные собственные результаты. Скажите, пожалуйста, лучевая терапия, лекарственное лечение, по-моему, лекарственное лечение вы не проводили, да? Мы не рассматривали. Не рассматривали. Проводилось все после операции? Да. После операции. И поэтому у вас группа больных с неодевантным лечением не было? Нет, Светлана Анатольевна, не было у нас таких больных, такой группы больных. Хорошо, спасибо. И рецидивы заболевания у вас, сколько процентов вышло в первый год лечения? И после рецидива заболевания 66%. 66% пациентов. И по возрастной категории не рассматривали в основном люди? Нет, не рассматривали. Но в возрастной промежуток там все были старше 50 лет. Спасибо. Конкретно не рассматривали, но промежуток был старше. Спасибо. Да, еще вопросы, думаю, что же я хотела спросить. Вы рассматривали уровень эстрогенов и прогестеронов. Скажите, пожалуйста, может быть, вы потом планируете продолжение этого исследования, применение гормональных препаратов? Или были ли у вас об этом какие-то наметки? Спасибо за вопрос. Мы планируем дальше развивать данный вопрос. И у нас есть больная, совместно с вами лечим больная, 36 лет, у которой в настоящее время неоперабельная леомиосаркома заброшена. И в течение трех лет на гормональной терапии у нее стабилизация процесса. Спасибо. Спасибо, еще, пожалуйста, вопрос. Кочень, Виктор Алексеевич. Очень интересный доклад, но хотелось бы услышать рекомендации, потому что здесь сидят практически, в принципе, должны сидеть практически врачи, и вы должны им дать свои рекомендации. Но мне бы хотелось это услышать. Я их не услышал. Спасибо, Виктор Алексеевич. Мы на основании нашей работы создали алгоритм диагностики и лечения и послеоперационного наблюдения. Там занимает три страницы данный алгоритм. В частности, если рассматривать динамическое наблюдение, то мы основали данный алгоритм на степени дифференцировки опухоли. И мы отнесли как высокодифференцированную леомиосаркому, как более благоприятная форма течения, низкодифференцированную, более агрессивная форма. Но период наблюдения мы разделили каждые три месяца в течение первого года. Но выполнение контрольных исследований при высокодифференцированных леомиосаркомах там идет гораздо меньше, чем при низкодифференцированных леомиосаркомах. Я понимаю, Виталий Алексеевич хотел другого услышать. Я потом, когда был заключитель, скажу об этом. Пожалуйста, еще кому вопрос? У меня, Михаил Алексеевич, вопрос. Вот известно, что леомиосаркома лимфогенами ацетазирования практически не наблюдается. Есть только гематогены. Сколько вы наблюдали у первичных больных на старте, когда они показывали конколы, у первичных больных не оперированы? То есть не подвержены никакому лечению, были метастазы. И сколько у рецидивных пациентов? И при каком рецидиве? При первом, при втором, при третьем или так далее? Спасибо, Георгий Иванович, за вопрос. По поводу лимфогенного метастазирования. Да, действительно отмечается, что при саркомах лимфогенный путь метастазирования наиболее низок. Однако при леомиосаркомах и в литературе также отмечается, что лимфогенный путь метастазирования значительно высок. Отвечая на ваш вопрос, что... Гематогены хотели сказать? Нет, при леомиосаркомах лимфогенный путь в лимфоузлы. В нашем исследовании лимфогенный был практически только у всех рецидивных больных. Независимо от первой, второй, третьей, четвертой? Нет, там есть. Примерно в 20% было после первого рецидива, и у остальной части уже второй, третий.